Всем привет, друзья! Несколько лет тому назад на экраны вышел так называемый шедевр от Алексея Учителя про легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. После просмотра данной картины я очень сильно бомбил, так как этот недофильм был настоящим плевком в души фанатов группы кино, да и не только. Спустя какое-то время я про себя подумал, ну не дай бог наши творцы посмеют прикоснуться к какой-нибудь легенде еще. И буквально в тот же момент появляется информация, что в разработку был запущен сериал про мою любимую рок-группу детства Короли Шут. Я действительно не ждал от сериала ничего хорошего, потому что большинство наших фильмов и сериалов про исторических личностей, и тем более музыкантов и поэтов, это, как правило, попытка заработать бабла, где качество так называемых картин-боёпиков оставляло желать лучшего. Пускай я и не особо ждал сериал про Короли Шут, но очень пристально следил за тем, что вообще происходит с проектом. В 22-м году стало известно, что производством сериала занимается Кинопоиск, а креативным продюсером проекта является один из основателей Короля Шута Андрей Князев. После этого как вдруг появилась надежда, что сериал действительно может получиться неплохим. Тем более большинство проектов Кинопоиска не уступают многим западным сериалам. Уже в феврале 2023 года выходит дебютный трейлер проекта, после просмотра которого лично для меня практически было очевидно, что сериал должен выйти как минимум неплохим. Так оно по итогу и получилось. Как вы поняли, мне как фанату группы Короли Шут начало сериала в целом понравилось. На данном этапе пока что вышло всего лишь несколько серий, и мне хотелось бы поделиться с вами своим мнением и разобрать их поподробнее. Однако важно отметить, для тех, кто не особо знаком с историей группы, и тем более не является фанатом. Некоторые моменты сериала могут быть непонятны, так как в картине присутствуют события с одной стороны в реальном времени, а с другой в фэнтезийном мире с попыткой экранизировать саундтреки при попутном участии Князя Игоршка в разных историях. В общем, чтобы все эти моменты были более понятны, я сперва коротко расскажу о предыстории группы, затем о феномене Короля Шута, а уже после поговорим о самом сериале, где я объясню, почему я считаю Короли Шут «Пока что лучшим сериалом этого года». В общем, обо всем по порядку. В 1988 году в Ленинграде еще в школьные годы Михаил Горшенев, Александр Балунов и Александр Поручик Щеголев основали панк-рок-группу, которая еще тогда называлась «Контора». Спустя год, в 1989 году, случилось историческое знакомство Горшка и Князя, которые познакомились в реставрационном училище Санкт-Петербурга. Горшку сразу же понравились рисунки и тексты Князя, а Князю понравилась музыка. По итогу ребята стали играть вместе. В 1990 году стиль музыкального коллектива кардинально меняется, и музыканты выбирают новое название группы Короли Шут. Хотя вариантов было много. Слушай, ты крутой чувак на самом деле. Я посмотрел тетрадку, рисунки, зачет. И там текст у тебя про мертвую женщину. Сам писал? Ну, конечно, сам. Есть еще текстаноподобие? Есть, а что такое? Слушай, у нас группа «Контора». Давай к нам, будем делать панк-рок. В 1991 году были записаны первые несколько песен группы «Охотник», «Короли Шут», «В долине болот» и «История о мертвой женщине». Пару из записанных саундтреков прозвучали на радио, а уже в 1992 состоялось первое выступление. И, как говорится, пошло-поехало. В 1996 году музыкальный рок-коллектив Короли Шут обрел большую популярность. Далее происходило очень много других событий. О них мы говорить не будем, чтобы не растягивать хронометраж. А в 2011 году Андрей Князев уходит из группы, исходя из следующих соображений. Короли Шут – это был вакуум. Все, кто в нем были, варились в свои тусовки. И уже после 25-летия нашего знакомства непосредственно с Михой на протяжении последних нескольких лет, мы с ним наблюдали разные тенденции. У нас начались вопросы по стихам, по музыке, и в конце концов эту всю ситуацию добила его идея с Тоддом. Он хотел переключиться полностью в театр, в Тодд. Я там себя не увидел, потому что мне предложили роли священника и судьи. Нет, я могу сыграть судью. Вот смотрите. Я просто по именам не всех знаю. Эй, ты! Ну, в принципе, отличная роль. Я думаю, что текста достаточно. И я подумал, что это не мое. После ухода князь создал свою группу, а 19 июля 2013 года не стало и Михаила Горшенева. И музыкальный коллектив «Король и Шут» прекратил свое существование. Однако, как в песне поется... Люди говорят, ты скучаешь, страдаешь. Я не скучаю, не страдаю. У меня продолжается общение. А с Горшком он не ушел никуда. Потому что есть сны, есть общение. Я ему все уже рассказал. Я ему все рассказал, что происходит сейчас. Я с ним выхожу на сцену. Я по-прежнему выхожу на сцену. И эти сны, они, блин, самые реальные. Я еще не удивлюсь, если он мне музло подкинет оттуда. Не удивлюсь, потому что был момент, где он что-то там наигрывал. Я просто потом не вспомнил. Вообще, очень многие отечественные рок-музыканты исполняли пророческие песни. Будто бы предсказывая свою скорую гибель. Будто Виктор Цо, Юрий Клинских или Михаил Горшеньев. Горшок так вообще исполнил последний саундтрек «Короля и Шта» под названием «На краю». В этой песне Горшок поет о том, словно зная, что должно произойти вскором. И в этой композиции его персонаж как раз-таки и прощался с жизнью. Но вернемся к теме. Пока что непонятно, затронут ли полную историю группы в первом сезоне. Или же мы увидим и второй сезон. Сама же группа «Короля и Шт» среди отечественной музыки являлась настоящим феноменом. Теперь же давайте я вам расскажу, в чем выражался этот феномен. И почему это так важно для самого сериала. В начале 90-х, когда группа выступала в небезызвестном питерском рок-клубе «Там-Там», музыканты в прямом смысле этого слова работали за ящик пива. И за свое творчество поначалу не получали ни копейки, а играли будто бы в кайф. Только ближе к середине 90-х группа начала получать хоть какой-то доход за свое творчество. В тот момент, когда пришла популярность. Однако поначалу приходилось трудиться на обычных работах. А музыка скорее была просто как хобби. Короли Шот стали второй культовой и популярной панк-рок-группой в России. Первой же такой группой стали небезызвестные колхозные панки, которые сумели прославиться чуть раньше. «Если бы, если бы не была вина, если бы водку не придумал сатана, если бы не водка, ядна на рак не торчал, ведь когда я выдержи, я полный криминал». «Короли Шот» и «Сектор Газа», а просто озвучиваю факты, так как каждый из этих музыкальных коллективов был хорош по-своему. Феномен же Короля Шота заключался в оригинальной стилистике, где по каждому саундтреку складывалось такое ощущение, что можно было снимать отдельные фильмы. Творчество группы Короля Шот в свое время это было действительно нечто новым и ни на что не похожим в русском роке. Мрачные сказки с неожиданной концовкой под крутую и веселую музыку отлично заходили слушателям. Также в текстах князя отчетливо прослеживался след славянской мифологии и не только, ведь когда князь создал свою группу, в его песнях мифы разных народов встречались все чаще, будь то скандинавские норманы, греческая горгона или славянский вий. Субтитры создавал DimaTorzok Помимо прочего, на концертах Короля и Шута присутствовала очень мощная энергетика. Андрей Князев и Михаил Горшенев были не только отличными музыкантами, но и еще замечательными артистами, которые умели делать шоу. В особенности это относилось к Горшку, харизму которого дай бог каждому. Именно поэтому я сильно переживал, что на роль Горшка в сериале могут взять не того актера. К счастью, мои опасения оказались напрасными. Мне как-то довелось побывать на концерте князя. И скажу я вам, это было просто охеренно. Таких эмоций я не испытывал на других представлениях, а скажу я вам, побывал я на многих концертах. В общем, феномен группы Короля и Шут как раз таки и заключался в оригинальных саундтреках, в представленных шоу на сцене, в мощнейшей энергетике и в хорошей музыке, которая будто бы существовала в огромном сказочном мире. И кстати, почему этот самый фэнтезийный мир так важен для сериала, рассказывал сам князь. Что такое мир фэнтези Короля и Шута? Я неоднократно на протяжении еще практически всей деятельности группы Короля и Шут я неоднократно слышал от поклонников, что вот бы создать мир, вот бы его экранизировать, вот бы там сделать какие-то, знаете, в стиле байки из склепа. Ну, самый такой пример новеллы, маленькие и коротенькие новеллы по песням, вот это бы заснять, вот почему вы это не делаете, не делаете. Ну, понятно, почему мы это не делали. Мы бы это, конечно, удовольствием бы делали, но у нас не было какой-то съемочной бригады своей собственной, да, ну и соответственного бюджета, поэтому никогда ничего не делалось. Помимо прочего, группа Король и Шут очень долго была на плаву. И даже когда князь ушел из коллектива, рок-опера тот тоже пользовалась популярностью. Ведь эти представления транслировали на Первом канале, и там тоже было не все так просто. Два последних альбома тот – это не просто песни. Вокруг этого ставили целый мюзикл. В театре с живыми актерами, а с кастингом Горшку помогал звезда культового сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов. И Король и Шут стали первым отечественным музыкальным коллективом, который провернули подобное в таких масштабах. Горшенев лишний раз продемонстрировал свои актерские качества, так как играл главную роль в так называемом театре «Демона Тодд». Что может получиться, если соединить театр и панк-рок? Зонг-опера. Горячо любимую британцами легенду о парикмахере «Убийце» Суини Тодди перескажет, точнее, споют питерские рокеры. Надо напомнить, что именно эта история легла в основу фильма Тима Бертона с Джонни Деппом в главной роли. Жуткая, но запоминающаяся. Михаил Бершенев против Джонни Деппа. Группа Король и Шут перепоет на свой лад знаменитую лондонскую легенду о Суини Тодди. Сюжет этой готической сказки идеально вписался в стилистику группы. Опасная бритва оказалась в правильных руках. И небывалый эксперимент имеет все шансы состояться. Ведь до зонг оперы ужасов Тодд еще никто не решался смешать на одной сцене панк-рок, мюзикл и драму. Хотел сделать так и хотел, именно как панк. Понимаешь, это был театр панка. То есть сломать абсолютно весь театральный жанр. Ты каждый, кто перед тобой хоть чем-то виноват. Кем бы он ни был, должен, должен кау помести. Буд и навод и прокурор. Адвокат. И судья продажный. Парикмахер, судья, священник, нищие бродяги, персонажи на все времена. И как оказалось, прекрасно себя чувствуют и в современных разрисованных подворотнях. Танцуя на крыше автомобиля или на барной стойке. Один из важнейших атрибутов истории про Суини Тодды, гигантская мясорубка, привиделась автором абсолютно по-панковски, в виде мусорного бака. Эта машина смерти так всем понравилась, что спектакль даже хотели назвать «Мясорубка». Провернуть в мясорубку законы театра лидеру короля и шута было нетрудно. Гораздо сложнее самому втиснуться в эти законы. Михаилу Горшеневу приходилось постоянно помнить, что тут он уже не горшок, а драматический артист. И не позволять себе на сцене привычных вольностей. Мне как раз это очень понравилось, на самом деле, именно мизансена, а не пение. Пение уже, ну, я пою в короля шут, и буду петь короля шут, ну и что. А вот мизансена, я хоть бы побольше мизансена, на самом деле. ПЕСНЯ Интересно, затронут ли эти моменты в сериале или отложат их на второй сезон. В общем, с феноменом короля шута, я думаю, мы разобрались. Теперь же пришло время поговорить о самом сериале. Важно отметить, что сериал «Король и шут» понравится далеко не всем. Дело в том, что это не типичный боёпик про становление группы, а многогранное и необычное повествование с различными отступлениями по времени и в другой параллельный мир. Однако истории Киша тоже уделяют достаточно внимания. Любопытный факт, возможно, вы не знали, но по дебютным просмотрам первой серии на Кинопоиске «Король и шут» опередил даже Лигу справедливости Зака Снайдера, собрав 410 тысяч просмотров. А вот вторую серию и вовсе посмотрело около двух миллионов человек, что является абсолютным рекордом Кинопоиска. Да и потом, сериал сейчас находится на дикой волне хайпа, где и к творчеству «Короля и шута» многие начали проявлять интерес, что не может не радовать. Возможно, на волне хайпа сериала про «Король и шут», а возможно, ещё раньше в производство был также запущен сериал «Боёпик» про сектор газа, и в частности про историю жизни Юрия Хоя. Поэтому, как говорится, ждём. На мой взгляд, сериал тоже может получиться вполне годным. Я плечёк подниму, горький дым затяну, поспорю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. А я плечёк подниму, горький дым затяну, люка открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Но вернемся к теме. Как я уже говорил ранее, само повествование сериала Король и Шут было поделено на два этапа. В первом этапе нам рассказывают о настоящем времени, попутно перебрасывая зрителя то в будущее, то в прошлое, рассказывая о становлении рок-коллектива. Однако о несвойственной непоследовательности хронологии мы поговорим чуть позже. Ну и во втором этапе авторы рассказывают, как герои существуют в фэнтезийном мире своих песен, что по-своему довольно необычно. К слову, фэнтезийные миры были проработаны довольно неплохо с точки зрения визуала и атмосферы. Благодаря этому приему зритель имеет возможность проникнуться и прочувствовать эту самую атмосферу сказок насквозь, которые он уже слышал не раз. Будь то ели мясо мужики или лесник. Единственное, как мне показалось, над сценарием в фэнтезийных мирах стоило поработать чуточку больше. Потому что в некоторых моментах на экране происходило настоящее безумие. Однако, если вспомнить, про кого этот сериал, то все становится на свои места. Кроме того, в мире сказок герои преодолевают различные преграды на своем пути и попадают в разные истории. Как вы поняли, знакомые нам истории. К слову, это самое безумие встречается и в первом этапе повествования. Но насколько это хорошо или плохо, пусть каждый зритель для себя решает сам. Когда в начале первой серии появляется внутренний демон Горшка, который предстает в виде шута и пытается подтолкнуть главного героя на безумные действия. С одной стороны, это смотрится крипово, так как от сериала зритель ждет нечто иного. Однако, уже с другой стороны, данная сцена кажется и впрямь забавной. Потому что в таком сериале ты не ожидаешь демонстрации внутренних демонов у творческих людей. Кстати, представлен был этот демон очень круто. Который, по всей видимости, на протяжении всего сериала будет преследовать Горшка. Вероятнее всего, это очередная отдельная сюжетная линия. И когда шут появился впервые в жизни главного героя, чуть позже в сериале тоже наверняка покажут. Уже по ходу повествования у зрителей также могут появиться вопросы. Мол, почему наркозависимости Горшка уделяют такое внимание и делают на этом акцент. Если честно, я тоже надеюсь, что подобного в сериале будет немного. Но важно помнить, что все это было. А по словам князя и вовсе, у Горшка была программа самоуничтожения. Возможно, именно поэтому он пережил целых 8 клинических смертей. Но вот девятую не смог. Эй, Горшок, не тупи, прыгай, а то превратишься в неприятного типа, о котором все свои хитзы написал в Молзе и бессловно застарил все! В общем, жанровая составляющая сериала полностью соответствует стилистике Короля Ишута и целиком затрагивает историю жизни князя и Горшка, что как бы уже делает этот проект из разряда необычных. В плане актерского состава тоже почти полный порядок. Отдельно хотелось бы отметить Константина Плотникова, который отлично сыграл Горшка. В некоторых моментах ты порой забывал, что это киношный Горшок, а не настоящий. Дело в том, что помимо внешних сходств актера с реальным прототипом, также очень точно была передана манера говорить, что, безусловно, внимательных зрителей не оставит без внимания. Бессмертие! Понимаешь, что... А бессмертицы у нас уже нет, а песни наши поют. Горшок, приди сюда уже! Ну, возьмем, например, образ Михаила Юрьевича Горшка, да? Костя его играл. Вот. Одни говорят, не похож совсем. Другие говорят, похож идеально. Увидели его в кадре, мнение в сторону его похожести увеличилось там в остатократ. Да? Потому что иногда даже не сколько внешнее сходство может играть роль, сколько проникновения образу и соответствия этому образу. То есть повадки какие-то, вот эти вот ужимки, мелочи, тонкости, да? Вот. И в конечном итоге, когда я увидел финальную версию, ну, вот уже игры, уже когда актер включился в работу, когда он начал полностью играть, я понял, что, ну, вопросов здесь нету. Я понял, что мы попали, как сказать, ну, прям в точку. Все, вот. Кроме того, Константин Плотников весьма схожи местами передавал вот это вот горшеневское безумие, что, прошу заметить, тоже весьма непросто. Коротко говоря, попал Плотников в образ горшка на все сто. То есть видно, что актер действительно готовился к роли, за что ему огромный респект. По поводу Влада Коноплева до просмотра сериала у меня были вопросы. Однако, посмотрев первые серии, все стало на свои места. Тем более, когда стало известно, что за кандидатуру Влада топил сам князь. Как говорится, все вопросы тут же отпали. Да и потом, именно на молодого князя местами Влад действительно похож. А по князю мне показали двух ребят. Тебя и еще актера. И вот мы в студии обсуждаем. Я говорю, не, ну, ребят, ну, вот второй. Говорят, ну, нет, ну, князь, вот этот вот он, ну, вот посмотри, вот он как бы характерный, да. То есть в нем как бы есть характер. А в этом он еще пока не проступает. Я говорю, так это так и есть. У меня характер не проступает. И, короче, спор у нас шел до тех пор, пока мне не пришла в голову идея. Я говорю, ребят, посмотрите на этого актера и на этого. А потом вспомните. Вот он написал песню «Сосиска и голые коки». И они такие, знаешь, такая тишина в студии. Блин, этот точно не мог это написать. Вот этот мог. Вот, и вот так вот, короче, это самое. И так я попал в это кино. Наверное, единственным минусом в подборе актеров является Данил Вахрушев, которого утвердили на роль Балу. Но не вижу я между ними ничего общего от слова совсем. Непонятно, как так создатели промахнулись. Весь же остальной актерский состав в целом на своих местах. Как я уже говорил ранее, сериал мне действительно понравился. Но присутствует в нем один небольшой минус, который местами чересчур напрягал. Этим минусом является хронологическая непоследовательность. К примеру, наблюдаешь ты за одним событием, как вдруг тебя перебрасывает то в прошлое, то в будущее. И подобное авторское решение мне, если честно, не совсем понятно. Просто эта самая непоследовательность сильно мешает погрузиться в историю при просмотре. Да, я не против фэнтезийных миров, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы и порядок хронологии был внятным. Тем более, истории группы в сериале и впрямь интересные, которые, несмотря на многие другие аспекты, тоже уделяют достаточно внимания. К примеру, в сериале отчетливо рассказывают, как князь познакомился с горшком и попал в группу, как было придумано оригинальное название, как придумывались некоторые песни. Художествам князя тоже уделяют время. Возможно, вы не знали, но помимо стихов к песням, князь также отлично рисовал. И периодически, через рисунки, рождались идеи для некоторых саундтреков. Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, именно князь придумал логотип группы в виде шута. Собственно, он же его и нарисовал. И обо всем этом в сериале тоже рассказывают. Зачем, кстати, тоже довольно интересно наблюдать. Поэтому, если вам показалось, что в сериале творчеству короля и шута не уделяют никакого внимания, то спешу вас заверить в том, что вы сильно ошибаетесь. Все это в картине присутствует. Просто где-то нам рассказывают про творчество, где-то про фэнтезийные миры, а где-то про заходы горшка. И все это вперемешку. Понятно, что со временем в сериал и мелодрамы напихают. Но без этого, как говорится, никуда. Как я уже говорил ранее, мне бы хотелось увидеть хотя бы пару сезонов. Видите ли? На данный момент в сериале нам показывают молодых князя и горшка и всю остальную команду. И справедливости ради, они не всегда были такими. Более того, князь и горшок регулярно меняли свои образы, а в зрелые годы и вовсе изменились по сравнению с 90-ми. И показать в сериале все эти образы в одном сезоне, на мой взгляд, не представляется возможным. Именно поэтому я бы хотел увидеть несколько сезонов, чтобы у актеров было время отдышаться и войти в другой образ. И на это, как вы понимаете, тоже нужно время. Коротко говоря, я искренне надеюсь, что всю историю не сольют за первый сезон. Тем более, она достаточно большая, чтобы ее можно было разделить на отдельные сезоны. Но вернемся непосредственно к самому сериалу. Не могу не отметить, насколько точно в киноленте интерпретируют сцены с выступлениями группы на концертах. Здесь как бы создатели пользуются очень хитрой, но не беспроигрышной фишкой для фанатов. На сцене мы видим актеров в знакомых нам образах. А вот звучат песни в оригинальном исполнении группы. И такой прием считаю очень удачным. Плюс ко всему, в каждой серии проигрывают сразу по несколько саундтреков «Короля и Шута», что еще больше бьет по ностальгии. Помимо этого, в концертных сценах создатели сумели интерпретировать настоящие моменты из жизни «Короля и Шута», да и сами актеры в подобных сценах ведут себя так, как нужно. Пускай сериал и является творческим и художественным произведением, однако о некоторых исторических фактах, о которых рассказывают там, я и правда не знал. Начнем с истории. Знаете ли вы, что в этом училище учился Виктор Цой? Я видел его работы. Одна из них сохранилась, вот она. Мы потеряли прекрасного мастера, но приобрели сомнительное песнопение. И самое интересное, что наше-то училище было как летающая тарелка сделана, ну такая шайба, а рядом была пристройка. И бытовали слухи, что в этой пристройке как раз-таки учился Цой. Учитывая огромное повествование с постепенным раскрытием отдельных моментов, наверняка авторы затронут то, что происходило внутри семьи главных героев. Возможно, вы не знали, но отец Михаила Горшенева был военным, а вот у самого Горшка были другие интересы, который, как известно, пошел по другому пути, как, впрочем, и его брат Алексей Горшенев. К слову, отца Горшка уже показали в сериале. Ну что сказать, здесь он просто охрененный. Сыграл его Александр Клюквин выше всяких похвал. Да и вообще, флешбеки из четвертой серии вписались в повествование как нельзя кстати. Я тебе не позволю сделать неправильный выбор в жизни! Да ты вообще не хочешь, чтобы я какой-то выбор делал, блин! Ты знаешь, как правильно, как неправильно, а мнение... А мнение надо еще заслужить! Миш, я умру, кто тебе правду скажет. Ну и немного информации про брата Горшка. Поначалу Алексей Горшенев играл вместе с Горшком в Королейшуте, где был барабанчиком, а потом ушел из группы и создал свой коллектив, назывался который Кукри Никсы, и по стилю это было нечто другое. Об этом вы наверняка тоже знаете. Сам же Алексей Горшенев появлялся в сериале в качестве камео. Дождь не может идти вечно. Что? Я так не могу жить, тени горить, понять не успею. Я жизнь, я смерть, там-то все уже знаю. Еще в сериале делают большой акцент на взаимоотношениях князя и Горшка, которые в действительности не просто играли в одной группе, но и были друзьями. Кроме того, в сериале показывают, как иногда князю приходилось справляться и бороться с какими-то внутренними проблемами своего друга. И то, что нечто подобное могло быть, я вполне допускаю. Вот, п***ь, все как обычно. Ты сначала делаешь, потом думаешь, а я все разгребаю. Да когда такое было-то, Андрюх? Да когда такого не было? Также в картине присутствует еще одна немаловажная деталь, которая мне тоже очень понравилась. В свое время, когда я слушал Киша, у меня не было никаких разделений между князем и Горшком на нечто большее и меньшее. Для меня что один, что другой являлись важным звеном группы. Горшок как харизматичный лидер и исполнитель многих песен, а князь как такой же, но более романтичный исполнитель и автор многих песен короля и шута. Ведь согласитесь, без князя, многих хитов просто-напросто мы бы не услышали. Знаете, я редко употребляю такие слова, как гениальность или шедевральность, но многие тексты князя и впрямь были гениальными. Что для короля и шута, что для своей группы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как по мне, князь и Горшок отлично дополняли друг друга. Этот же баланс был соблюден и в сериале, где в плане экранного времени все распределено равномерно. Таким образом, в начале второй серии был показан очень важный момент. Когда князь не смог поступить, если я не ошибаюсь, в художественное училище, после этого он с психу отдает документы в слесарку. Мать Андрея, взяв ситуацию в свои руки, договорилась, чтобы князь поступил в Ленинградское реставрационное училище. Таким образом, посмотрев несколько художественных работ князя, его приняли без поступления. В итоге, мать Андрея напрямую повлияла на дальнейшую судьбу своего сына. Ведь не попади князь в реставрационное училище, кто знает, состоялась бы вообще историческая встреча князя и Горшка. Ты реставрационка? Ну, лучше, чем слесарка. При всем уважении к тамошним алкашам. Учись, студент. Спасибо, ма. В общем, Настенька, если бы не моя мама, за горшком мы бы не встретились. Ну и напоследок, хотелось бы отметить, как была передана эстетика 90-х годов. Вроде бы это не особо-то и важно для повествования сериала, но даже над этим аспектом создатели проработали как следует. Кроме того, сериал также продвигает идею феномена Короля и Шута. То есть, несмотря на разные промежутки времени и отсутствие хронологии, нам постепенно демонстрируют становление группы и взлет музыкального коллектива. Для начала нам просто показывают, как герои выступали в обычных клубах. И на тот момент их еще мало кто знал. Затем, спустя какое-то время, зритель наблюдает уже концертные сцены помасштабнее в условном 90-м году. К этому времени группа уже пользовалась большой популярностью, а сам горшок являлся настоящим культом для огромной фан-базы. Это дает понять через сцену, когда в момент выступления группы произошла стычка фанатов с отрядом милиции, и сам концерт был на грани срыва, что, соответственно, могло пойти в ущерб репутации группы. В сериале нам показывают, как горшок и князь пытаются договориться с офицером милиции и решить вопрос мирно, чтобы, соответственно, продолжить концерт. Этот момент является прямой отсылкой к реальным событиям. Нечто подобное действительно было в 2002 году, когда зрители также сцепились с ОМОНом. И чтобы разрешить ситуацию, князь и горшок лично вмешались в конфликт и в итоге продолжили выступление. Этот момент наглядно показывает, что лидеры группы Король и Шут относились к фанатам не как к массе, а как к своим зрителям и слушателям с большим уважением. То есть для горшка, князя и других участников группы их музыка была не бизнесом, как, к примеру, для современных звезд сегодня, а именно творчеством, которое, безусловно, осталось на страницах истории. Кроме того, на своих концертах они всегда выкладывались на все сто и никогда не пели под фанеру. Хотя у рок-музыкантов не было принято петь под фанеру. Что же касается горшка, то я вам так скажу. По-своему, он был довольно противоречивой личностью, но при этом являлся очень смелым, открытым и честным человеком, который, что думал, то и говорил. И кто перед ним находился в эти моменты, для самого горшка не имело никакого значения. Слушай ты, горшок, или как там тебя? Давай лучше договариваться. Да как договариваться? Ты чё, хочешь, чтобы своих фанатов разгоняли? Ты за кого нас держишь? И их за кого держишь? Чё, если люди в косухах с арокезами пришли, всё, может, ими как со старым, бля? Люди музыку слушать пришли. Для примера существует даже реальная история, когда горшок заступился за других участников группы и общался с настоящими бандитами один на один. К слову, эта история только лишний раз доказывает ранее сказанное. Вы сказали про бандитов, а что они от вас хотели? Чтоб делились выручкой? Нет. В гостинице они отдыхали, пришли наши пацаны. Меня там не было. Я как раз в этот день решил не ужинать. Наши пацаны попёрлись пожрать ресторан гостиничный. А там отдыхали бандиты. Ну, соответственно, как выглядят музыканты? Например, Балу как выглядит? Белобрысые, крашеные длинные волосы. У кого-то там серёжка, у кого-то ещё что-то. А кто-то как ботаник выглядит в очках. Соответственно, что они докопались? Ну, так, типа, по подстёбу. А рокеры-то обычно тоже бывает, что ответочку пустят. А бандиты ответочки-то не любят? Ну, ту ситуацию горшок разруливал. Он понял, что там жареным запахло, что сейчас ещё могут пацанам накостылять нормально. Он такой, типа, он любил, если под мухой, он любил какую-нибудь тему такую нормальную затолкать, чтобы, например, какой-нибудь рядовой бандюк призадумался. Ну, умел он иногда так на ухо подсесть. То есть, как бы, безобидно, с одной стороны, а с другой стороны, чисто по делу. Вот. И всё. Главное, на понятия с ними было не переходить на их язык. Вот. И всё. И как бы разрулил он тогда эту ситуацию. Правда, разрулил так, что сам до утра с ними висел. Они его ещё куда-то возили. Потом привозили обратно. А с каким-то авторитетом его знакомили, что-то какое-то фуфло происходило. Но в итоге человек, короче, к следующему концерту был не выспавшийся, пьяный в усмерти, короче, это самое. Зато разрулил пацанов в пасху. А это где было? В Орле. Да, в Орле. В общем, у Горшка был один весомый минус, и это наркозависимость. Однако, также не стоит думать, что он бездарный наркоша. Горшок – настоящая легенда, который вписал себя в историю. Он очень много сделал для русского рока. И глядя на его образ, также важно отметить, что он не был глупым человеком. В отличие от того же князя, насколько я знаю, Горшенёв хорошо учился в школе и отлично знал историю. А группа Короли Шут является одной из самых стабильных в русском роке. И по стабильности годных саундтреков их опережает только Ария. Хотя это совершенно другое. Ну и также важно отметить, что за словом «горшок» в карман не лез, когда ему задавали неудобные вопросы. «Какой вам гонорар заплатили? Просто это очень интересно. За какой гонорар выступает?» «Бля, а можешь тебе ключей от квартиры дать, а?» «Было бы прикольно». «Какой гонорар вам заплатили?» «У тебя ебь, какой гонорар заплатили?» «Да, очень интересно». «Да хуя заплатили?» «Как за обычный наш концерт?» «Ну и сколько стоит обычный наш концерт?» «Обычный наш концертский стоит?» «Молодцы!» «20 тысяч долларов». «Вы очень дорогие ребята». «А?» «Чего?» «Очень дорогие ребята». «Погружу вы видите ли». Практически очевидно, что феномен Короля и Шута в сериале будут развивать и в дальнейшем. А сам проект, я надеюсь, не скатится впоследствии и сохранит качество. «Было сумью я верю, но теперь у него нет мне места!» «Умерла я, подруга детства!» «Бабочка, невеста!» Знаете, после выхода сериала нашлось пару диванных критиков, которые попытались его разнести якобы на предмет объективности. Однако никакой объективностью там и не пахло. А сама критика была не более чем просто нелепой, так как многие придирки были высосаны из пальца. Безусловно, и среди обычных зрителей данный сериал далеко не всем понравится в миру своего стиля. Однако важно понимать, что это художественное кино, а не документальное. И в художественном произведении нужно учитывать, что, возможно, поправка на авторский вымысел. Просто есть такие зрители, которые хотят видеть всё точь-в-точь, как это было на самом деле. Но даже если посмотреть с этой стороны, в сериале всё равно за несколько серий уже было очень многое показано и рассказано из жизни Киша. Сейчас сериал находится на волне большого хайпа. И благодаря ему творчество Короля Яшута обрело вторую волну популярности. А некоторые хиты группы и вовсе были выведены в тренды, к примеру, как «Кукла-колдуна» или «Дурак и молния». По словам Князя, после выхода всех серий также выйдет официальный документальный фильм, посвященный истории группы. На мой взгляд, у создателей всё-таки получилось сделать весьма годный, интересный и очень качественный продукт, взяв за основу только историю группы и стилистику самого Короля Яшута. При этом сериал по своей структуре получился нетипичным и по-своему необыкновенным, который лично меня сумел удивить. Когда сериал выйдет полностью, можно будет его разобрать поподробнее. И если вам это интересно, пишите об этом в комментариях, ведь в этом ролике я далеко не о всём сказал. Я действительно считаю, что на данный момент пока что Король Яшут является лучшим сериалом этого года. И речь сейчас идёт не только о отечественных сериалах, но и о голливудских тоже. И поверьте мне, я посмотрел достаточно, чтобы сравнивать. К слову, до Киша я смотрел сериал The Last of Us. И вот что я вам скажу. Несколько серий Короля Яшута меня завлекли и заинтересовали куда больше, чем весь первый сезон последних из нас. Ну или одних из нас. Короче, не важно. К слову, в следующем выпуске я подробно на минут 20 разберу экранизацию Last of Us и объясню, почему данный сериал переоценён. Ну да ладно, пожалуй, на этой ноте сегодня и закончим. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди ещё много интересного. В следующих выпусках после Last of Us пойдут серьёзные выпуски. Разборы личности Черепа из бандитского Петербурга и Фила из бригады. Ну а после выйдет долгожданный разбор сериала-игра. Поэтому, как говорится, не пропустите. Ну и кроме того, я также размышляю над форматом биографического разбора актёров, режиссёров и рок-музыкантов. Поделитесь своим мнением в комментах, как вам данная идея. На этом же у меня всё. Всем пока и до скорого. Ты заходи, если что. Ты заходи, если что.